Всегда очень приятно открывать конференции, которые одна за другой проходят в этом зале. И на самом деле вот эта жизнь в консерватории становится все более насыщенной. Особенно приятно, что она привлекает к нам тех молодых музыковедов, которые, собственно говоря, здесь получают определенного рода стимул для продолжения своей творческой работы. Ну, сегодняшняя конференция мне особенно приятна. И тем, что я делаю, такой замечательный буклет, буклет, в котором, во-первых, он готовился давно, он был хорошо продуман, выполнен на очень высоком полиграфическом уровне. Но здесь особенно приятно соседство двух, ну, я бы даже сказал, статей, хотя они очень лаконичны, но, тем не менее, обе очень содержательны. Это статья Маса Фригофугинина Порталиевой, поскольку, ну, она об этом упомянула скромно, но, тем не менее, это, так сказать, любовь на всю жизнь Карла Филиппа Эммануэля, поскольку мы учились на одном курсе, вот с Михаилом Санычем, я и София Гафудина, это один курс. Вот с тех пор как раз работа над наследием Карла Филиппа Эммануэля Баха, это, собственно, вот такая сквозная линия в жизни и науке самой Софии Гафудина. Поэтому это первое. Второе, здесь замечательная также статья Михаила Мирича Дубова. Это на самом деле вот такая синергия кафедры истории и рубежной музыки и нашего факультета исторического и современного исполнительного искусства, деканом которой является Михаил Мирич, и как раз подключение той самой молодежи, о которой сказал, именно исполнителей, это, конечно, очень важное сопровождение научной части конференции, что меня очень-очень радует. Ну, что говорить о самом Карле Филиппе Эммануэле? Вообще, я считаю, что это, наверное, первый авангардист настоящий. То есть, если есть понятие типологическое барокко, типологический классицизм, это исходит от концепции Генриха Гольфлина, он, так сказать, расширил эти понятия и говорил о барокко-романском, барокко-готическом, барокко-нового времени. Так вот, авангард тоже становится типологическим, и, наверное, в этом отношении такие композиторы, как Берлиоз, как Карле Филиппе Эммануэль, это авангард. Сегодня особый праздник, и очень хорошо сказал Александр Сергеевич по поводу авангардизма Баха, потому что, конечно, его такая музыка несет в себе образ такого максимализма, разорванного сознания, который уже в откристаллизовавшуюся симметрию и вот эту красивую архитектонику, он как-то никак не вписывался. И я помню, как вот я целую ватагу своих друзей и родственников пригласил, прекрасный есть зал на Пречистинке, в музее Пушкина, и я пригласил на концерт из произведений Карла Филиппа Эммануэля, и они сказали, что им слушать было довольно трудно. И еще помню, как однажды, еще где-то совсем в юные годы, еще будучи аспирантом, вот я на всю громкость поставил только что приобретенную мною запись в доме нормального концерта Карла Филиппа Эммануэля. И помню, это все звучало на всю квартиру, и помню, зашла ко мне моя мама, которая была там через магазин, она так и не разделась в магазине, она пока все не прозвучало, она не могла уйти. Так что с одной стороны, вроде бы, максимализм, разорванное сознание, а с другой стороны, такая вещь, которая захватывает. Поэтому загадок, как говорится, еще много, и загадок, и тайн в музыке 18 века и так далее. Продолжение следует...